Музыка Музыка Одно из главных аспектов строения Дома Божия – это Божья любовь посреди нас. Строение через Божьи любви, действующие посреди нас. Каждый организм, тело, оно состоит из многих органов, но есть общее. Вы заметили, что у нас есть понятие кровь, но в крови входит много чего. Мы не будем войти в подробность. Но кровь – это то, что дает, чтобы все органы вместе как-то были соединены между собою. Вот если я пожевал еду, она попала в желудки, и потом оттуда начинают доставаться всякие питательные вещества, Нужна кровь, нужна кровь, чтобы это все взять, что донести до мозгов, что донести до палцев, что донести до ногтей, что донести до рани, которые нужны, чтобы заживало. То есть, получается, кровь везде двигается для того, чтобы мы функционировали. И вот я вам скажу, Божья любовь в любой церкви, в любом Доме Божьем, оно чуть ли как это кровь, уберите Божьей любви. Все наши дары будут, все таланты, но строения не будет. Заметите, Божья любовь важна не только для строения, но вообще для наследования жизни вечной. Согласно римлянам, 5 глава, 8 стих, он нас возлюбил не тогда, когда мы стали хорошими. Это особенно трогает мое сердце. Потому что, когда человек хороший, я могу его любить. А Бог возлюбил нас, когда мы еще были грешниками. То есть, мы были в лагере противоположном. Мы воевали против него. И он нас возлюбил. Зачем? Написано, доказывает свою любовь к нам, тем, что когда мы были грешними, Он, Иисус, умер за нас. Оказывается, доказательство любви не в том, чтобы любить, когда стоит любить, а когда не стоит. Поэтому, когда Бог нас возлюбил, когда мы были грешниками, так, это не означает, что когда Божья любовь пришла, мы грешники, мы остаемся грешниками. Правда же? Если эта любовь пришла, она меняет нашу жизнь, и главное ее цель, чтобы мы стали христоподобными. Мы любили так же, как Он. Чтобы мы стали христоподобными. Поэтому, любовь Божия, когда она приходит, она меняет все в нашей жизни, не оставляет нас в лагере врага, освобождает нас и переводит нас. И мы становимся Божьими детьми. Скажите, аминь. Вот поэтому написано 21 стих. Мы имеем от него такую заповедь. Скажите, заповедь. Десять заповедь спасали Израиля. Десять заповедь не спасает меня. Меня спасает. Благодатью вы спасены. Через веру. И все не от вас. А Божий дар. Я иду к Иисусу, получаю спасение, не ради того, что исполняю десять заповедей. А десять заповедей автоматически исполняются в моей жизни, в процессе, как я становлюсь христоподобным. Оно становится автоматически. Но я не хожу. Здесь это раз, два, три, четыре. Нет, я так не хожу. Я в духе. И автоматически десять заповедей исполняются. И даже более того. Кто-нибудь скажите со мной, аминь. Но вот для Ветхого завета убери десять заповедей, нету Израиля. Потому что все вокруг действительно заповедей. И он говорит, это было важно, заповедь от Бога. И слушайте, мы имеем такую заповедь от Него. то есть вот это выражение такое же важно, как Моисей на горе, и Бог говорит, да не будет тебе других богов, кроме Меня. Они имеют такую же важность. Какой заповед, который мы имеем от Него. Любящий Бога должен любить и брата своего. То есть любовь к Богу неполноценна. Если мы не любим братьев. Неполноценна. Это заповедь, который нужно. Любящий Бога должен любить и брата своего. И там написано какого братья именно. Потому что они все разновидные эти братья с разными окрасками, подходами, странностями. Но их надо все равно любить. Человек, живущий в любви по отношению к братьям, это большой победитель. 1 Иоанна 3 глава 10 стих по 18 написано так. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий делающий правды не есть. Всякий не делающий правды не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Ибо такого благовествования, которое выслышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были зли, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека убийца. А вы знаете, что никакой человека убийца не может иметь жизни вечной в нем пребывающей. любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои станем любить не словом или языком, но делом и истинною. Всякий, кто от Бога любит, не должно быть ни одного человека в жизни, которого ты не любишь, потому что это сразу убирает Божию жизнь. В 14 стихе написано, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. не любишь и брата пребывает в смерти. То есть есть такое понятие жизнь, ну это Божия, которая обитает. И когда я был неверующим, я обитала в атмосфере называемой смерть. Там руган, унижение, уничтожение, интриги плохие, там вообще. И когда я спасся, меня перевели в другой атмосфере, где называется жизнь. Там мир, покой, та-та-та-та. Но как только я начинаю ненавидеть брата своего, я тут же перехожу обратно в атмосферу смерти. И получается, кто ненавидит брата, в нем нету жизни пребывающей. это значит, ты можешь прийти на собрание и наполняться Божьей жизнью. Она должна пребывать, оставаться, наполнять тебя всегда. Как только ты встречаешь человека, которого ты не переносишь, ненавидишь, эти провокатели называемые, и ты теряешь сразу. Вот если вот эти христиане, которые то приобретают, то теряют, то приобретают, то теряют, то приобретают, то теряют. И потом думаем, а почему я не вижу Божьи благословения? Потому что Божье благословение связано с его жизнью, пребывающей. А в то время, когда жизни Божьей нету, представь себе, что дьявол за это время успевает наделать. Все грехи в принципе одинаковы. они особо не отличаются. Но есть некоторые грехи, за которые убивали в государстве. Вот убил человека, тебя осуждают очень сильно. Украл кошелок, тебя тоже осуждают, но не так сильно. И вот говорится убийство, самое ужасное преступление, которое может делать человек на земле, это убить другого человека. Хуже не может быть. Убить. И получается лишить человека жизни, которую ты ему не дах. Представь себе, там жена осталась без мужа, или муж остался без жени, потому что убили. дети без мамы, или без папы, внуки без бабушки, без дедушки. Это вообще ужасно. Собака без хозяина. Ужасно. если бы сюда зашел человек, который хвастается, что я убил шестерих, как мы бы к нему относились? Что он хвастается, что он убил шестера? бы сказал Господь, унесите его куда-нибудь. Однако же, когда люди хвастаются, что ненавидят, почему-то мы легко принимаем. А вот говорится здесь, что ненависть к брату равняется человеку убийства. Это на одном уровне. книга Бытие, четвертая глава с пятого стиха. Бытие, четвертая глава с пятого стиха по восьмой. Говорится, на Каина, ну, четвертый стих, Авел также принес первородник стада своего и от тука их, и призрел Господь на Авела и на дар его. А на Каина и на дар его не призрел, Каин сильно огорчился и поникли лица его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникли лица твои? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица. А если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит и он влечет тебя к себе, но ты Господь над ним. оказывается грех лежит. Кто из вас вчера лежал как-нибудь? Как вы лежали? Так? 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 Ну, грех тоже лежит, ждет, устает, наверное. И лежит у дверей, у кого-то лежит у дверей автомобили, у дверей квартиры, дверей сервис. Короче, грех лежит, ждет. Вывод. Грех очень терпеливый и он ждет всегда. И Каин говорит своему брату, брат, при том, смотрите, как с такой добротой, восьмой стих, и сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле, когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего и убил его. Когда Каин убил Авела, Бог его предупредил до этого или нет? Да. И все равно убил? Да. Вывод. Эмоции, ненависть, когда появляется, она сильнее, чем голос Божий. Представь себе, Бог творит с неба и земли, пришел Каину, Каин, грех лежит, пытается тебя овладеть, ты господствуй, не поникни, чтобы лицо твое не поникнуло, подношено к Авелу. Он все равно встал, пошел, убил. Вот что такое ненависть, братья. Первое, зависть. Как оно началось у Каина? Завистью. У ненависти, братьев, есть такое подразделение, которое называется зависть. Пастор Ген, я всех люблю, только завидую того, ты уже в ненависть. Зависть работает, как помощник, премьер-министр для ненависти. Когда ты видишь, что у кого-то что-то получается больше, чем у тебя, улыбайся. Причина это доказательство того, что Бог еще действует. Значит, раз для него он сделал, моя очередь идет. потому что если это Бог делает, а я буду его завидовать, я закрываю двери благословения вообще. Зависть не привлекает Бога в твою жизнь. Зависть не привлекает в твою жизнь ничего хорошего. Какие есть подруги у зависти? Что похоже? Ревность, да? Зависть, ревность, они рядом. Сосер, мне нужно ответить от вас. Когда ваш муж ревнивый, и вы идете на работе за вами бегает в кустарях там проверает. Простите, что детально рассказал все как есть. Ответ, который мне нужно. У вас к нему любовь увеличивается или раздражение увеличивается? Только честно скажите, что увеличивается? Любовь или раздражение? Что вы говорите? А мне надо было, чтобы они слышали. Зависть и все, кто на него похожи, не добиваются того результата, который хочет добиться. Все получается на об 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 зависть. Второе, что было у Авела, нездоровая конкуренция. Я хочу победить с целью унизить, посрамлять и так дальше. Зависть и нездоровая конкуренция плохо. Желание унижать других, чтобы подняться за счет них. Это неправильно. Поднимайся, пожалуйста, воля Божия, но поднимайся не обязательно за счет унижения кого-нибудь. Будь важным, но не обязательно за счет унижения кого-то. Будь умным, но не обязательно за счет унижения кого-то. В книге «Бытие», 4 глава, начну с 9-го. И сказал Господь Бог Каину, где Авел, брат твой? А он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И цепная реакция уже начинается. И смотрите, почему он убил Авела? Потому что Авел мешал ему жить, мешал ему счастье, мешал ему принять Богом, мешал ему приносить самое лучшее «дари Богу». Теперь, если я убью Авела, у Бога не будет выбора, только нравится то, что я приносу жертв. У него выбора не будет уже. И смотрите, что происходит. Как он добился результат того, чего он хотел. И сказал Господь, 10 стих, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. И ныне, 11 стих, результаты этого. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего, от руки твоей. Когда ты будешь изгнанником, 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 изгнанником на земле. Убийство Авела для Каина добавило ему счастья, добавило ему успеха, добавило ему богатства, добавило ему известности. Да, только как скиталец, проклятий, нищий, который, если он в землю что-то вложит, земля специально откажется. На том же месте, где Каин посеял, придет другой человек, будет результат. Только от Каина нол. Оказывается, ненависть, неприбылное явление. Номер два. Первая Иоанна, третья глава, 16 стих и ниже. Любовь познали мы в том, что Он положил за нашу душу свою. И мы должны полагать души своей за братьев. Кто имеет достаток в мире, и видя брата своего в нужде, и завотворяет сердце свое. Как пребывает в том любовь Божия? Заметите, что написано, любить будем не словом толком, и языком, или языком, но делом и истиной. Если у меня есть одежда, а у брата нету. Любить брата означает поделиться одеждой. Скажите со мной, амин. Если у меня есть крепость души, а у брата нету крепости души. Если ты муж или жена, у тебя крепость души, а у нее нету крепость души. И ты объясняешь, так нельзя. Потому что если ты так сделаешь, будет вот этот, и вот этот, и вот этот. Поэтому лучше пойти таким образом. А, я тебя знаю, ты просто хочешь мешать мне стать миллионером. Не, не, дело не в миллион. Если ты так сделаешь, будет вот это, и вот это, и не то, что в миллион не будет. Вообще то, что у тебя сейчас есть, тоже не станет. Ага, у тебя неверие сплошное. Так, вывод. У этого не достает мудрость. Как у тебя. Реакция. Не закрывай сердце твое. Потому что как раз ты нашел, где исполнять место Писания. И заканчиваю последнее. Даже неверующих людей надо любить. Даже плохих людей. От Луки, 6 глава, Библия говорит так. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 стиха. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и молите за обижающих вас. 31-32. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники, любящих их, любят. И если делать добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. То есть, Бог говорит так. Проявляй любовь, которая не просит взамену ничего. 36-37 написано. Итак, будьте милосерден, как отец, ваше милосердие. Не судите и не будьте судимы. Не осуждайте и не будьте осуждены. Прощайте и прощение будет. Вот эта проблема судить друг друга. На расстояние. Эй, иди сюда. Да. Ты слышал, что сказал Миша? Этот Миша, он глупый, он думает, что он кто-то. Вы знаете, что интересно в такой церкви, что происходит? Ты сказал лучшему, лучшей подруге или лучшему другу. Через два часа к Мише дойдет. И когда Миша услышит, начинается ядерная реакция. Ненависть. Лучше никогда не говорить ничего плохого ни о ком никогда. Моя сестра, одна из моих сестер, из четырех, пишет мне, говорит. Мне сказали, что ты отрекся от всех нас, что больше с нами общаться не будешь, что мы для тебя ноль, мы мусор и ниже ничто. Мой дорогой брат, что тебя на такое побудил? Ты же пастор. Я ей пишу, ты такие выводы грустнее обо мне сделал, ты хоть меня спросила, это правда или неправда? А что, это может быть неправда? Я говорю, да, но вот что я сделаю. Не скажи мне, кто тебе сказал. Потому что я не хочу, чтобы я узнал и скажу, у меня плохая сестра другая. Не говори мне. И вот она мне написала недавно, что, брат, все-таки я хоть не знаю, кто это говорит, не надо мне. Я не хочу. Я узнаю, у меня душа сразу, ага, надо же. Когда у нее будут проблемы, я ей не помогу потом. Тогда не говори мне. И она мне говорит, ты представляешь, теперь я осознаю, что ты муж Божий. А то, что чудеса происходят в моем служении, ее это не интересовало сильно. Но вот когда я сказал, я не хочу знать, для нее это было громче громкого. Есть некоторые члены ваших семей, соседи, которые не чудо ждут, а вот это проявление любви, простить и молчать. И они скажут, Бог живой, когда это увидят у вас. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это поверение Иисуса Христа пастор Генри Мадава принял как личное поручение. Поэтому международное служение «Христос для всех городов», президентом которого является пастор Генри, ежегодно проводит несколько масштабных служений в странах Азии, Африки и Европы. На каждом служении в любой стране мира Бог являет свою силу. Проведение таких служений, где тысячи людей отдают свою жизнь Иисусу Христу, становится возможным благодаря жертвенности партнеров миссии «Христос для всех городов». Вы можете прямо сейчас стать частью этой команды, участвуя в Божьем деле своими финансами и молитвой. Для этого зайдите на сайт «Церкви Победа» или позвоните по телефону, который вы видите на вашем экране. И вы получите подробную информацию, как стать партнером международного служения «Христос для всех городов». Мы верим, что наше партнерство принесет много плода в Царстве Божьем. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро, Академгородок. Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик, 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на Линию жизни плюс 380 44 501 69 36.